Добрый день дорогие друзья! Говорит и показывает серф станция в Каспийске. К нам на станцию прибыло крыло FST Gravity 1800 от F1. До этого у F1 было крыло Gravity из карбона. Это крыло сделано из пенопласта, а сверху покрыто стеклотканью. Это дало возможность разукрасить крыло. Оно стало космическим или может похоже на электрического ската. Изменения также коснулись и конструктива крыла. На карбоновом Gravity крыло было встроено в фюзеляж. Здесь фюзеляж к крылу крепится отдельно. Похожую конструкцию я видел на гидрофойлах Аксис. Рассмотрим само крыло. У крыла достаточно толстая кромка, что говорит о том, что у крыла должен быть быстрый тейков или старт. Также у крыла хороший изгиб профиля. Этот изгиб должен по идее улучшить карвинг на крыле. Крыло достаточно широкое. АР у него 4,6. Оно должно помочь стабильности и раннего взлета. Фюзеляж сделан из алюминия. И этот комплект снабжен достаточно большим стабилизатором с изгибами по краям, которые должны придать стабильности при движении и добавить плавности поворота. С этим крылом я взял мачту длиной 85 см. Я думаю, это хороший золотой стандарт. Места крепления мачты к доске открыты, что позволяет очень легко снять мачту с доски, не откручивать до конца болты. Доску к этому комплекту я взял Рокет АСЦ. Доска 110 литров. Длина 175 см. Ширина 74 см. Вес у нее около 7,5 кг. У доски удобная ручка с выраженным углублением. Там, где рельсы расширяются для того, чтобы вытаскивать болты, в комплекте вставлены резинки. Это очень удобно при переноске. Теперь потерять болты шансов гораздо меньше. По бортам доски хорошая прозрачная защитная накладка, я так понимаю, от ударов. Так как я хочу использовать доску не только для Винга, но и для САП. Думаю, это будет хорошая защита от весла. Вот и к нам весна пришла. Вот такие общие первые впечатления от совсем нового крыла FST Gravity от F1. Я в интернете еще не видел ни одного обзора. Сейчас я хочу попробовать его с кайтом ПИК-4 от Флайсерфер. Ну, конечно, этот комплект не создан для катания с кайтом. Он больше подходит для Винга. Но так как у меня сейчас в данный момент Винга нет, попробую его с кайтом. Ну и что, было интересно, покататься надо было в большом крыле с кайтом и выяснить свои ощущения. Надо сказать, кататься можно, но скучновато, конечно. 1800 это, наверное, для Винга. Но совсем слабый ветер. Отлично все работает. Доска удивила. При большом объеме 110 литров отрывается от воды легко, при касании не залипает. И нет ощущения к большой доске. Вот это вот больше всего удивило. Ну, крыло для обучения, конечно, вообще идеально. Оно все прощает. Но тех, кто умеет кататься, конечно, через некоторое время станет, наверное, скучновато. Но это все с кайтом. А с Вингом на слабый ветер и на небольшом чопе будет самое то.